Привет! Я Елена, и это канал для иммигрантов Италии. Ролик о том, какие визы в Италию актуальны во второй половине 2022 года. Сейчас в мире происходит разный бред, разное всякое того и странное. Что еще имеет смысл просить? Первые две визы, которые вам предложат все, к кому бы вы не обратились, это резиденция Литива и студенческая. Резиденция Литива – это выбранное место жительства. Все еще окей, их все еще выдают, но требования уже высокие. Требуют по 35 тысяч евро пассивного дохода на каждого человека. Это должен быть обязательно пассивный доход, проверяют, чтобы он соответствовал правилам. Кроме этого, если вы приносите выписки с вашего счета, обязательно консульство пишет в банк и просит подтвердить, что этот документ выдан вашим банком. Поэтому ничего не пробуйте поменять в ваших банковских выписках. Даже одну букву нельзя поменять. Иначе банк скажет, что он этот документ не выдавал, а консульство вам откажет с такой плохой формулировкой подделка документов. То есть прям вот аккуратно. Виза элитива стала очень такой, чуть сложнее, чем раньше. Студенческие визы тоже все еще выдают. У нас сейчас в Италии, может быть, поменяется правительство, поэтому, может быть, их будут выдавать проще. Правда, коллега из Германии мне буквально пару дней назад позвонил, сказал, ой, Лен, все так сложно, застряла виза студенческая даже. У нас уже вообще все стараются не соваться в консульство итальянское. Поэтому студенческие визы тоже еще можно, но уже прям с оговорками, прям с разными моментами. Теперь, что выдает на ура? На ура ВНЖ за обещание купить государственные акции. Друзья, важный момент. Это не мусорные акции, это не какие-то плохие акции. Это хорошие акции государственных компаний, которые и так котируются на бирже, высоко котируются на бирже. Они надежные, они будут вам приносить доход. Не какой-то там высокий совершенно. Это будет маленький, но надежный. По этому поводу хотела вам сказать два важных момента. Первый важный момент, что касается, вы не должны вкладывать деньги. ВНЖ вам дают за обещание купить акции на 500 тысяч. То есть вы показываете эти 500 тысяч на счету, запрашиваете визу, только после того, как вам выдали визу, вы приезжаете в Италию, запрашиваете ВНЖ, и после этого покупаете акции. Второй момент важный. Эти 500 тысяч, они не будут заблокированы неизвестно на какое-то количество времени. Вы купили акции, спокойно лежит ваш портфель, получили ВНЖ на два года. Как только ваш ВНЖ подходит к концу, мы вам его конвертируем в обычный рабочий. И все акции можете себе продавать и перекладывать в какие-то любые другие кошельки, что вы считаете правильным. Поскольку это будут хорошие, надежные акции, вы можете либо оставить в этих же акциях, либо поменять на другие, либо вообще потратить их на что-нибудь, эти деньги. Но в любом случае, эти деньги должны быть у вас два года. Все. Сначала только обещаете, а потом, если хотите, если получили ВНЖ, два года и все. И дальше делайте с этими деньгами, что хотите. Дальше. Следующая виза. Какая еще выдают? Еще очень хорошо выдают бизнес-визу, лавора аутонома. Если вы можете показать на счету 500 тысяч, и можете написать бизнес-план. Тоже бизнес-план мы вам поможем составить такой, чтобы он был правильный. И я помню, когда разговаривала с заведующим визовым отделом, он сказал, или на как только есть бизнес-план. Особенно, если в этом бизнес-плане прописано два рабочих места, я сразу выдаю визу моментально. У меня на это есть разрешение. Поэтому очень хорошо, кто может показать. Теперь, смотрите, друзья, под запись я много чего не могу сказать. Но у кого есть уши, тот услышит, что я хочу им сейчас сказать мелкими буквами. Консульству нужно показать эти 500 тысяч и показать бизнес-план. Консульство выдает вам визу ДЭПа, которую вы получаете в НЖ. И все. Я надеюсь, вы услышали. Окей, кто не услышал, тот пишет мне на мейл arnaelenasovakayahu.com com.neit Идем дальше. Третья виза, которую очень хорошо дает, это виза по отношениям. И к легализации без регистрации брака. Чем она хороша? Она хороша тем, что если у вас есть отношения с каким-то итальянцем или с итальянкой, они уже длительный период, вы просите туристическую визу и подаете консулу дополнительно документы, которые подтверждают, что у вас длительные отношения. Там общие фотографии, переписку, заявления от вашего друга, что вы уже долго состоите в отношениях и что вы должны поехать к нему. Все. Консульство выдает вам визу туризму motivi familiari. Два важных момента. Первое. Перед тем, как приехать в Италию, вы в своей стране запрашиваете справку из ЗАГСа о том, что вы не состоите в браке. Эту справку можете запретить только вы лично, поэтому ее запрашивайте перед тем, как поехать в Италию. Свеженькую. Ставите на нее апостиль. Апостиль даже не нужно. Просто запрашивайте эту справку и оригинал берете с собой. Второй момент. Как только вы приехали в Италию, сразу подаетесь на Венжер. Сразу. Моментально. Вы не ждете, когда вы станете нелегалкой. Вот не надо этого делать. Вы не ждете, когда на вас женятся. Потому что итальянцы могут не жениться. Очень часто пишут по тому, что он мне обещал, обещал, я стала нелегалкой, сейчас он меня пугает, я переживаю, мы ссоримся, никакого брака не хочу, помогите выехать обратно. Ну то есть не доводите себя до этого. Приехали, пока у вас еще виза действует, подаетесь на Венжер. Вы уже законно здесь находитесь. Дальше. Какое решение примет? Бог с ними. Да, да, нет, нет. Это будет потом. Потом будете разбираться. В крайнем случае вы идите потом через три года. Но вы должны находиться в Италии законно. Вы должны иметь врача. Вы должны иметь прописку. Вы должны иметь право жить, работать и все это самое. И быть самостоятельным человеком. Окей? Поэтому. Второй момент. Не нужен брак. Не нужно выходить замуж. Можно просто зарегистрировать длительные отношения. В этом и есть особенности. Тоже много чего не могу сейчас здесь говорить, чтобы не перегружать ролик. Для подробностей, для особенностей напишите тоже мне на мейл. Мейл был раньше, повторяю его. Арна Елена, собака, яхуточка. Ком. Поехали дальше. А, и что хотела вас предупредить? Друзья, ни в коем случае никаких фальшивых браков за деньги. Вы попадете в страшную кабалу к этому жениху или невесте. С вас будут тянуть деньги. Это все закончится очень плачевно. Поэтому прямо вас умоляю. Никаких штук договорных за деньги, никаких фальшивых браков. Есть отношения, пробуйте их отладить, пробуйте прожить вместе полгода для того, чтобы получить документы или что-нибудь такое. Нет отношений, не надо. Вот прям не надо. Никаких браков за деньги. Вот очень вас прошу. И четвертое. Это не виза, это скорее такой вот выход, который есть на данный момент. Это легализация на месте. Если вы выехали чуть раньше, где-то там бродите по Европам, не знаете, что делать, не знаете, как вернуться, то можно легализироваться на месте. Если у вас есть дети, то это артикула Трентуна вам позволит какое-то время болтаться. Виталия там будет видно. Если у вас нет детей, то есть отдельный ролик, номер 336. Вот здесь поставлю ссылку на него. Поэтому посмотрите этот ролик. Это тоже достаточно безопасный способ, достаточно спокойный. Поэтому вы спокойно это все изучаете и тоже можете легализироваться на месте. Это все. Делитесь, пожалуйста, этим роликом. Пишите, пожалуйста, комментарии. Это правда очень помогает каналу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok